Война в истории моей семьи. Я Делкова Людмила Васильевна, а на фотографии мой папа, Засмолин Василий Иванович. Папа сфотографирован, когда служил на Дальнем Востоке в Хабаровском крае. Родился он в деревне Малая Крутишка Сузунского района в 1914 году в крестьянской семье. Окончил начальную школу, выучился на столяра, работал в колхозе. К началу войны папа прошел службу рабочей крестьянской Красной Армии. Ему было присвоено звание сержанта. Он имел семью, в которой подрастали пятилетний мой брат Александр, а мне было всего полтора годика. О войне папа узнал, находясь на военно-полевых сборах в Берске. Ему не удалось попрощаться с семьей, увидеть свою жену Августу Ивановну и нас, детей. Я с трепетом храню священные для нашей семьи реликвии. Фотографии молодых родителей Августа Ивановны и Василия Ивановича. Два письма от отца с фронта. Паспорт. Извещение. Фотография папы. И фото папиных друзей из армии. В письме, отправленном по дороге на фронт из Пензы, он сумел высказать борь разлуки. В конце июля 41-го года пришло еще одно письмо. В этих письмах рассказ о короткой военной жизни, о том, что воюет на Калининской земле, о любви к самым близким, жене и детям. В сентябре 42-го года пришла горькая весть. Красноармеец Василий Иванович Засмолин пропал без вести 25 августа 1941 года в бою за социалистическую родину. Василий с пулеметом прикрывал однополчан. Когда немцев отбили, то на месте нахождения пулеметчика зияла огромная воронка от разорвавшегося снаряда. А Василия Ивановича ни живого, ни мертвого не нашли. В светлый праздник Победы вместе с жителями нашего села Болтово выходим на акцию «Бессмертный полк» с фотографией нашего папы, дедушки и прадедушки. Мы многим обязаны им, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Мы навсегда оставим память об отце и деде в своих сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok